Добрый день! Меня зовут Эльвина и я приветствую вас на своем канале Вязальная Шкатулка. Сегодня хочу связать вместе с вами очень красивую и интересную снежинку-крючком. Снежинка довольно сложная, и я не сразу смогла разобраться со схемой вязания, но она невероятно красивая. Такие снежинки способны украсить любую елку и ваш дом. Расскажу о неудачах, которые меня постигли при вязании этой снежинки. Я решила попробовать связать снежинку из натуральной пряжи пехорка конопляная. В составе у нее 30% конопли и 70% хлопка. Очень мягкая и нежная нитка давно лежит у меня в запасах. Я хотела связать из нее летнюю кофточку, но руки никак не доходили, поэтому я решила попробовать связать из нее снежинку. Такие мягкие нитки оказались совсем непригодными для вязания снежинок. Я крахмалила эту снежинку несколько раз, но она все равно остается мягкой. И плюс ко всему, клей в некоторых местах остался белыми пятнами на снежинке, и никак его убрать не получается. Так что я считаю, что лучшим материалом для вязания снежинок будет мерсеризованный хлопок. Сегодня у меня пряжа белого цвета ромашка и пехорка успешная, но можно взять и пехорку ажурную. В составе у этой пряжи 100% мерсеризованный хлопок. Толщина нити 220 метров в 100 граммах, но можно взять нитку 200-250 метров в 50 граммах и даже 300. В пересчете на 100 грамм это 400 либо 500 метров пряжи. Я взяла крючок 1,25 миллиметров. Схема вязания этой снежинки достаточно сложная, поэтому я ее не рекомендую для начинающих мастеров. Если вы вяжете недавно, то лучше посмотрите мои предыдущие уроки, где я вяжу снежинки гораздо проще. Такая схема. Если вы уверенно вяжете и разбираетесь по схемам, то можете сами связать. Нажать на стоп и сделать скрин экрана и вязать салфетку по схеме. Или вяжите ее вместе со мной. Вязание начинается с цепочки из 8 воздушных петель. Вяжем цепочку, замыкаем ее в кольцо. В первом ряду вяжутся 2 столбика с 1 накидом с общей вершиной, 5 воздушных петель. 2 столбика с 1 накидом с общей вершиной, 5 воздушных петель. И так по кругу. Вязание заканчиваем вот в этом месте. Последнюю арку из 5 воздушных петель мы заменяем на 2 воздушные петли и столбик с накидом. И вот сюда мы приходим. Когда закончили вязать первый ряд. Набираем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. И начинаем вязать группы из столбиков с 3 накидами. Я долго не могла понять, как же так. Я вяжу 5 воздушных петель, куда вяжутся столбики, за что они крепятся. Только когда начала вязать, поняла, что столбик вяжется один над рукой. Следующий столбик крепится в основание предыдущего столбика. И с обратной стороны тоже столбики крепятся в основание столбиков с 3 накидами. Смотрите, как необычно. Справа столбики с 3 накидами, слева столбики с 2 накидами. А между ними воздушные петли. И такие лучики у снежинки. Я забыла сказать, что схему я изменила. Посмотрите, вот так выглядит обычная схема начальная. Я добавляла несколько пико. 2 пико с одной стороны из 3 воздушных петель. И на вершине пико из 7 воздушных петель. И здесь пико слева тоже 2 пико из 3 воздушных петель. Делаю первую петлю. Вяжем 8 воздушных петель. Замыкаем их в кольцо соединительным столбиком. Делаем 2 воздушные петли. Вяжем столбик с 1 накидом под кольцо. 5 воздушных петель. Дальше буду вязать группы из 2 столбиков с 1 накидом с общей вершиной. Делаю накид. Ввожу крючок под кольцо. Вяжу первый столбик с 1 накидом. Не законченный. На крючке остаются 2 петли. Делаю накид. Вяжу второй незаконченный столбик с 1 накидом. На крючке 3 петли. Захватываю рабочую нить и протягиваю через все 3 петли на крючке. Итак, у меня получилась группа из 2 столбиков незаконченных с 1 общей вершиной. 2 столбика с 1 накидом с 1 общей вершиной. 5 воздушных петель. 4, 5. Снова вяжу группу из 2 столбиков с 1 накидом с общей вершиной. 5 воздушных петель. 2 столбика с 1 накидом с общей вершиной. Всего должно получиться 8 арок. И, соответственно, 8 групп столбиков с 1 накидом с общей вершиной. Я довязала до того момента, где нужно связать последнюю арку из 5 воздушных петель. Но я ее заменяю на 2 воздушные петли. И столбик с 1 накидом вяжу в вершину цепочки из 3 воздушных петель подъема. Вот сюда. Желательно захватить при этом вершину столбика с 1 накидом, чтобы не осталось отверстия. Первый ряд закончен. Посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 групп столбиков с 1 накидом. Приступаем к вязанию второго самого сложного ряда. Набираю 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь буду вязать столбик с 3 накидами в первую петлю из 5 воздушных петель цепочки. 1, 2, 3. Пальцем придерживаю накиды. Нахожу первую воздушную петлю и вяжу в нее столбик с 3 накидами. Делаю 3 накида. Следующий столбик буду вязать в основании предыдущего столбика. Нахожу основание. Давайте разберем, куда лучше крепить этот столбик. Если зацепиться за одну ниточку, то получится достаточно большое отверстие. Тем более, что с противоположной стороны мы в это же отверстие будем вязать еще один столбик. То есть оно еще сильнее растянется. Поэтому рекомендую захватить несколько ниток. Две. Лучше всего две. И вводить крючок под несколько ниточек. Например, вот сюда. Тогда отверстие будет небольшим. Делаю 3 накида. Нашла основание предыдущего столбика. И в это основание вяжу столбик с тремя накидами. Делаю 3 накида. Сейчас тоже нужно найти основание второго столбика. И связать в основание, захватив две ниточки. Чтобы не оставалось ненужных отверстий больших. Вяжу последний четвертый столбик. Делаю 3 накида. В основание предыдущего столбика вяжу новый столбик. Протягиваю каждый раз рабочую нить через первые две петли на крючке. Вяжу последний четвертый столбик. Правая часть первого луча связана. Теперь буду вязать 5 воздушных петель. Перехожу к вязанию второй стороны. Лучам с этой стороны нужно будет связать 4 столбика с двумя накидами. И последний столбик с тремя накидами. С этой стороны вяжу столбики с двумя накидами. Нахожу основание последнего столбика с тремя накидами. И в это основание вяжу столбик с двумя накидами. Нахожу основание второго столбика. И вяжу в него второй столбик с двумя накидами. В третий столбик с тремя накидами. В третий столбик с тремя накидами. И теперь последний столбик с тремя накидами вяжу первую воздушную петлю цепочки из 5 воздушных петель подъема данного луча. Последний столбик с тремя накидами. Давайте посмотрим, что получается. Получается такой листик. Он, кстати, достаточно часто встречается в разных ажурных изделиях. На схемах вы можете увидеть тоже такой листик. Можете посмотреть подробнее, куда я вязала каждый из столбиков. Видите, они крепятся строго друг напротив друга. Следующий луч будем вязать в третью воздушную петлю арки из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вот у нас арка из 5 петель. Находим 1, 2, 3 петлю. И в нее будем вязать первый столбик с тремя накидами. Я его обозначила. Делаю 3 накида. И вяжу в третью петлю первый столбик с тремя накидами. Столбик готов. Опять делаю 3 накида. Вяжу в основание первого столбика с тремя накидами. Опять пытаюсь зацепить 2 нитки. Второй столбик. Сейчас нужно будет связать 5 столбиков с тремя накидами. В первом луче мы вязали 4 столбика, так как пятый столбик заменяла подъемная цепочка из 5 воздушных петель. Во втором луче этой цепочки нету, поэтому мы вяжем 5 столбиков с тремя накидами. Каждый следующий столбик вяжем в основание предыдущего столбика. Вяжем. Надеюсь вам интересно вязать такие сложные салфетки, разбираться в узорах, искать как же нужно связать получше, правильнее. Если у вас есть какие-то замечания и вы придумали другой способ, напишите обязательно об этом в комментариях. Мне будет очень интересно узнать ваше мнение. 5 столбиков с тремя накидами связано, вяжу 5 воздушных петель. С обратной стороны столбиков будем вязать столбики с двумя накидами. Первый столбик с двумя накидами. Второй столбик с двумя накидами. Третий столбик. Четвертый столбик. И последний столбик с тремя накидами вяжу в основание первого столбика с тремя накидами на этом луче снежинки. Готов второй луч. Хотела показать, что в качестве клубочницы я использую свою корзиночку, которую вязала сама из джута. На канале у меня есть видео урок. Для маленьких клубков она идеально подходит. Клубочек никуда не убегает и не пачкается. Так как у меня дома кот и много шерсти собирается, когда я вяжу разные пряжи. В видео уроках связать эту корзиночку крючком есть у меня на канале. Справа сверху я сейчас оставлю подсказку и под видео тоже оставлю подсказку. Дальше я хочу, чтобы вы связали самостоятельно оставшиеся лучи снежинки. И когда я закончу вязать восьмой луч, я вернусь к вам. Покажу, как соединять и как вязать следующий ряд, потому что в нем тоже будут немножко сложные моменты. Я довязала последний лучик снежинки, то есть второй ряд снежинки. И теперь соединяю крючок. Ввожу в пятую воздушную петлю первого луча и делаю соединительный столбик. Переходим к вязанию последнего ряда. Как я говорила, он будет с изменениями, не такой как на схеме. Делаю одну воздушную петлю. Каждый столбик предыдущего ряда нужно будет связать столбик без накида. Всего пять столбиков. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Теперь нужно сделать пико из трех воздушных петель. Соединительный столбик пико вяжу в вершину столбика без накида последнего. Соединительный столбик. Перехожу на цепочку из пяти воздушных петель. Вяжу три столбика без накида. Один. Два. Три. Три воздушные петли. Пико из трех воздушных петель. Соединительный столбик делаю опять в вершину последнего столбика без накида. Вяжу две воздушные петли и оставляю пальчик на последней воздушной петле второй, закрепляю это место. Теперь нужно связать семь воздушных петель. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Соединительный столбик в первую из семи воздушных петель. И крючок ввожу так, чтобы захватить две ниточки. Видите, не одну, а две. Тогда не будет большого отверстия. Соединительный столбик. Две воздушные петли. И теперь нужно связать пико из трех воздушных петель. Один, два, три. Соединительный столбик в первую из трех воздушных петель. Посмотрите, получилось три пико подряд. Вяжу три столбика без накида под цепочку из воздушных петель. Один, два, три. Пико из трех воздушных петель. Соединительный столбик в последний столбик без накида. Закрепила пико. И теперь нужно связать четыре столбика без накида. Один, два, три, четыре. И так я обвязала первый луч. Переходим на второй лучик снежинки. Вяжем опять четыре столбика без накида. Четыре. Пико из трех воздушных петель. Три столбика без накида под цепочкой. Пико из трех воздушных петель. Две воздушные петли. Ставлю палец на вторую петлю. Вяжу семь воздушных петель. В первую из семи вяжу соединительный столбик. Это будет пико из семи воздушных петель. Две воздушные петли. Опять запоминаем вторую петлю. Вяжем три воздушные петли. Соединительный столбик в первую из трех воздушных петель. Это будет пико из трех воздушных петель. Переходим опять под цепочку. Вяжу три столбика без накида. Один, два, три. Пико из трех воздушных петель. Соединительный столбик в вершину последнего столбика без накида. И теперь нужно связать вдоль столбиков предыдущего ряда четыре столбика без накида. Я обвязала второй луч снежинки. Дальше до конца ряда свяжите аналогично. Обвяжите снежинку. И когда она будет обвязана, нужно будет сделать ее блокировку. Как сделать блокировку я подробно рассказываю в одном из своих видео уроков. Ссылку оставлю под видео. Движу снежинку до конца. Покажу, что у меня получилось. Обвязываю последний луч. Делаю соединительный столбик. В первый столбик без накида этого ряда. Закрываю вязание. Отрезаю нитку. Оставляю довольно длинный хвостик. Для того, чтобы его спрятать внутрь снежинки. Снежинка корявая. До тех пор, пока мы ее не заблокируем. И не зафиксируем крахмалом. Либо клеем ПВА. Сейчас я сама покажу, как она будет выглядеть после того, как я ее заблокирую. Я делаю блокировку на картоне. Но на картон поверх обязательно кладу файл. Оцените мою новую снежинку. Напишите, понравилась вам такая схема или не понравилась. Будете ли вы вязать такую снежинку. Что вы о ней думаете. Жду вашей реакции в комментариях. Если вам понравился урок, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. А я прощаюсь с вами. Всего хорошего. Пока-пока. Остались вопросы, задавайте в комментариях. Я отвечаю на все ваши вопросы.